С нами Нала Авицба. Фильм «Меня зовут Махас». Вы являлись оператором этого фильма. И вот, наверное, я не знаю, от ваших усилий зависла вот эта легкость в фильме, какая-то воздушность, я не знаю, какой-то, как его тут называли, это фильм «Донелия», что-то в этом духе. С чем это связано? Чья это работа в большей степени? Я думаю, это работа все-таки заслуга режиссера и всей команды, но в первую очередь это заслуга Инара. Как у вас получилось вот выйти на этот формат такого, ну, какого-то невероятного невесомого фильма, какого-то легкого, музыкального, прозрачного, солнечного? Опять-таки вопрос, наверное, к режиссеру больше. Я старалась максимально его понять и прислушиваться, и максимально доверять полностью. Вот он у нас был генералом и… Ну, это ваш первый опыт работы, да, в таком игровом формате. Каков он? Насколько было трудно, да? Вот это же, когда ты что-то осваиваешь, это безумно интересно, но при этом это… Ну, сколько вопросов самому себе? Ну, во-первых, это самое ценное – это время. Ты откладываешь все дела и оставляешь все свои силы и погружаешься вот в этот процесс. От остального всего ты отрезан на какое-то время. Но когда тебе интересно, ты же забываешь про все остальное. Ну, не с легкостью, но тем не менее. Это приоритеты выставлены и ты занимаешься тем, что тебе интересно. Так, если я не ошибаюсь, трое детей? Да. Я понимаю тогда, что означает фразу «забыть» про все остальное. На самом деле, отрезать кусок жизни на это время – это очень ценно. Да. У тебя тоже трое детей. Поэтому я примерно представляю, в какой ситуации вырвать себя из контекста жизни. Сколько шли съемки? Съемки шли в общей сложности, наверное, недели-две, но они были немножко раскиданы на полтора месяца. Но это были постоянные подготовки между съемочными днями, так что мы полностью были погружены в этот процесс. Вот, да, оператор снимает одно, режиссер может брать что-то другое. Вот, ну, насколько там, да, считали вы какими-то удачными кадрами, которые вошли в фильм? Или, допустим, меня остались там невзятыми? Было что-то такое? Чтобы вы расходились во мнении с режиссером? Вы знаете, мы как-то вот, у нас вот эта часть как-то очень гладко шла. Я даже как-то боюсь сглазить, что ли, не знаю. Это здорово было, и очень все перетекало из одного в другое, и как-то вообще таких даже мыслей не было. Что, что-то не клеится или что, что-то меня волнует, там, не, не, ну, не было этого реально. Ну, вы перед собой ставили какую-то операторскую задачу? Да, конечно. Мы обсудили с самого начала, что мы хотим на выходе, в какие краски это все будет покрашено, какой характер наших героев. А что вы хотели на выходе, в какие краски все должно было быть покрашено? Ну, вот ту эстетику, которую вы видите, она не случайна. То есть это все-все мелочи проговаривались, и мы постарались сделать то, что задумали максимально. Все получилось по внутренним ощущениям? Зритель, понятно, он примет эту картину, но задача, которую перед собой ставила съемочная команда, иногда больше и шире, чем то, что, да, ну, может быть доступно тем, кто смотрит. Ну, я думаю, там есть некоторые технические шероховатости, но, мне кажется, там как раз вот режиссура, она восполняет как бы все эти пробелы, и фильм получился, на мой взгляд. Прекрасно, прекрасно. У зрителей еще есть возможность увидеть этот фильм. Меня зовут Маха, с нами был оператор этого фильма Нала Авидсба. Прекрасно. 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 Продолжение следует...